Всем привет и слава у Украине! Сегодня у нас вторник, но по независимым от нас причинам именно во вторник выходит итоговая передача «Всё будет Украина». И у нас на связи сильный любимый и хорошо известный Роман Ценера. Привет, Роман. Очень рад видеть. Здравствуйте, Гила. Это у нас с вами, получается, финальная программа в 2022 году. И давайте я скажу самое главное. Вот как гражданин Украины, как украинец, как человек, старающийся называть вещи своими именами, так вот я хотел поблагодарить ваш же канал, на который, кстати, надо подписаться, называется «Новости Кавказа». Вот все народы и страны, которые помогали и помогают нашей стране за оказанное содействие. Это и Грузия, это и Азербайджан, и Армения, и многие другие. И большое вам за это человеческое спасибо, потому что мы действительно переживаем такие вот настоящие испытания. Я бы сказал бы, это так. Да, это действительно так. И, конечно же, на этой неделе, на этом канале всегда звучат эти слова, но на этой неделе, вот в итоговых программах по итогам года, эти слова звучат особенно, скажем так, пронзительно и особенно эмоционально. Я, конечно же, огромное спасибо и низкий поклон украинскому народу, всем жителям Украины, большим бойцам ВСУ, терроробороны, всем-всем-всем абсолютно за то, что изменили мир и спасли, продолжали нас спасать от того чумного барака, который нас затащило и сейчас еще больше пытается затащить Россию. Это очень важно. Поэтому, вот, конечно же, по итогам года этот год, ну, явно выбивается из всех остальных, для Украины тем более. Я просто хочу вас попросить вспомнить ваши мысли и чувства где-то вот год назад, предновогодние. Было тревожно, но могли ли вы предположить, что будет что-то вот то, что случилось в этом году? Вы знаете, Гейла, я этот вопрос себе сам неоднократно задаю и вот вспоминаю, один из моих зрителей послал вопрос прямо, да или нет, нападет или нет. Вот когда без вот этих вот, знаете, там, может быть, а вероятность такая или сякая, я ответил нет. И что самое интересное, по прошествии вот уже год прошелся, ну, получается, то есть только войны 10 месяцев и 3 дня. И я бы тоже сказал нет, если опираться хотя бы хоть чуть-чуть на логику и на здравый смысл. И мое нет, оно базировалось как раз на том, что нападение на такую большую и мощную военном плане страну, как Украина, с военными союзниками в лице всего блока НАТО, это как минимум не соответствует интересам Российской Федерации, ни какой-то там другой страны. И мне казалось, что Путин, а лично этот человек принимает решения по вопросах войны и мира, он все-таки страну, которую он юзает 22 года, любит немножко больше. Но вот я ошибся, и многие аналитики, эксперты, блогеры ошиблись. И я не боюсь это признать и прямо об этом сказать, потому что, ну, знаете как, когда стоит вопрос, нападет или нет, то 50 на 50, и эта опция навсегда остается. Нападут они снова с Беларуси или не нападут? 50 на 50. Но если суммировать все, все происшедшее за это время, то, конечно, даже сам Путин, он же недавно заявлял об этом, он говорит, мы потеряли Украину. Конечно, американцы во всем это миноваты. Это фиаско для нас. Ну, слушайте, президент-маньяк России использует слово фиаско. Ну, что это такое? Не говоря уже о таких вот последствиях, что Россию обложили санкциями и будут ее душить еще десятилетия после того, как эта война закончится. Не говоря уже о том, что их выперли с газового и нефтяного рынка, и этот рынок делят все страны с большим удовольствием, и страны ОПЕК, которые говорят, вы знаете, мы, конечно, против таких методов, но, если что, мы обойдемся и без Российской Федерации. Кстати, Саудовская, Объединенные Арабские Эмираты, простите, передали нам, по-моему, 2500 генераторов. Я тоже увидел это, причем... Ну, я для таких нефтяных монархий, для них, я так понимаю, для стран, которые реализуют в пустынях какие-то мегапроекты, это вот примерно вот так вот делается, но для нас это очень много, за что, еще раз, я не... Вы знаете, когда посидишь некоторое количество часов без света и без тепла, то сказать спасибо совсем не грех. Причем, отмечу, что в Киеве-то нормальная ситуация, ну, включили-выключили, ну, и это переживем. А есть же регионы, где вообще ничего нет, вообще, кроме российских артабстрелов. И вот вся эта история насчет действий Путина, она абсолютно странная. То есть он же... К чему привел ситуацию? Значит, к России, как государству, люди во всем мире испытывают чувство презрения. Вот страх? До этого же все боялись. Вторая армия мира. Ой-ой-ой, как страшно, у них ядерная бомба, у них стратегические ракетоносцы, которые вот горят регулярно в городе Энгельс и так далее, и так далее. А теперь их не боятся. А это еще... Их просто презирают. А российская внешняя политика везде строилась на страхе, что у нас такая армия. Мы как придем, мы как покажем всем, настолько не боятся. Я вот, знаете, когда сказал спасибо Грузии, Азербайджану и Армении, я же прекрасно понимаю, что, ну, так мягко, между Азербайджаном и Арменией, ну, не все в порядке, да? Вот я так вот совсем дипломатично, чтобы... Ну, там же есть российская армия. И мы же видим, как относятся к там, к российской армии. Год назад такого, по-моему, не было. Ну, как-то на российский фактор больше обращалось внимание. То есть, резюме. Украину потеряли. Да, они здесь многих еще из-за нашего народа лучших представителей убьют и разрушат много чего. Это реальность. Главная игла, то есть, государствообразующая отрасль нефть и газ, лишились ключевого рынка для России. Как они говорили, и Путин в том числе использовал слово премиальный рынок. То есть, там самые высокие цены, там самые богатые клиенты. Да, там Германия. Я до побачения. И вот этот вот момент, что Россию перестали бояться. И вот они сейчас вот... Это тот же итог этой войны. В результате они провели мобилизацию. И сейчас вот надувают щеки, там скачут по заводам армейским, оборонными, требуют больше танков. А Сергей Лавров говорит, последним интервью, говорит, что на вооружении армии Украины есть такие системы, которых еще нет в странах НАТО. И оружие поставили Украине на 40 миллиардов долларов. 40 миллиардов долларов – это бюджет нашей страны в прошлом году. Ну, так, для поднимания. И говорят, вот они втягиваются в этот конфликт. Может быть, ядерная эскалация и всякое такое. Потому что они стали участниками конфликта в страны НАТО и США. И хочется сказать, и что? Ну, стали они. И что дальше? Как вам красиво? Я же тоже умею шокать, при том, что могу и чокать, проживши так много лет в Москве. Так вот, это вот как раз об этом и говорит. Когда Сергей Викторович Лавров говорит, они размещают заказы для вооруженных сил Украины в Штатах на годы вперед. Это что получается? Вместо того, чтобы провести парад на Крещатике. Кстати, парад на Крещатике 24 августа этого года был. Парад разбитой российской военной техники. Получается, что в Соединенных Штатах, ну, наверное, осознали вот этот простой тезис, который я всегда повторяю, Украина была, есть и будет. Конечно, и тут стоит просто перспектива дальнейшей войны. Фронт очень сильно сузился. Маньяки, россияне говорят, в принципе, нам больше ничего не надо. Вы уже... Они же прямо говорят. Давайте просто оставим... Вот то, что мы хапнули сейчас, оставим нам. То есть оккупированный Донбасс, Донецкая-Луганская область, часть Запорожской и Херсонской области. И, как говорит Лавров, нужно прекратить бессмысленное сопротивление. И тут мне уже хочется сказать не шо, а сказать, чо? Какое сопротивление? Вы же, падлы кремлевско-российские, вы же об этом же говорили, этими же словами говорили, когда российская армия стояла под Киевом, когда российская армия стояла в Херсоне. Вы тоже нам об этом говорили? И всегда Владимир Путин нам повторял, вы должны учитывать все ситуацию на земле. Это наша территория, мы ее включили в состав, в свою конституцию. Мы там провели референдумы. Тогда хочется спросить, а че ж вы ушли с Херсона тогда? Ты бросил, падла, российский город, как ты говоришь? Да ты предатель и должен быть висеть на Рее в Санкт-Петербурге, где проводился неформальный саммит СНГ. То есть, я просто к чему это веду все? Может, дело так долго, но давайте... Это замечательно, что так долго. Давайте вот просто еще раз посмотрим. То есть, они начали войну с Украиной для того, чтобы доказать свое геополитическое величие, как страны, которая рулит на этой планете, что мы вот такие. И да, получили по зубам. То есть, если мы мерим категорию «Война России против Украины», то я не сторонник вот этих вот тезисов, которые у нас частенько любят говорить, что вот мы уже победили, вот мы такие потомки великих укров. Победили мы будет звучать только тогда, когда по Крымскому мосту последняя российская сволочь будет с тележкой а-ля Кравчучка направляться в сторону Краснодарского края. Это вот тогда будет. В нашем случае война продолжается и будет продолжаться долго. Но Россия завязла в этой войне. Это такой элемент в некотором роде организации этой войны. Слушайте, количество потерь российской армии в этом плане он колоссален. А и теперь, если мы возвращаемся на геополитический уровень, то я сразу вспоминаю слова многих моих собеседников и друзей, хоть они играют и в другой команде, которые через несколько месяцев после вторжения говорили, типа, кто обманул нашего деда? Как же это так? Зачем он поступил так? Понимая, что это все, вот эта конструкция, на чем строилась российская держава современная. Какое слово отвратительное. Держава. Все это рухнуло. А теперь Лавров возмущается, что американцы на годы вперед расписывают облик вооруженных сил Украины и финансы. Так хочется спросить и задаться вопросом. Ну, конечно, раз вы говорили, что вы соперничаете с США, ну и НАТО в целом, и тут сложился пассианс таким образом, что американцам, по сути, нужно только отправлять оружие сюда и дальнобойные ракеты, ну и, понятно, поддерживать бюджет Украины. Ну, то есть, цена вопроса 50 миллиардов долларов в год. И все. А Россия, мы уже сказали, чего лишилась, плюс постоянная гибель личного состава. То есть, вопрос, кто отдает такие приказы? Ну, что, Байден такой хитрый или Путин такой тупой? Вот, наверное, нужно разобраться. А есть еще один момент такой, из этих последствий этой войны, их просто вот такой вот список, но один из ключевых моментов. что происходит? Что происходит? что там, Путин носится вот это вот? Он же мутировал к концу года. Он уже теперь отказался от тезиса «братские народы». Теперь Украины и в его понимании нет. Есть единый русский народ или российский народ и украинский сепаратизм. Но вообще-то, вот если мы берем русский народ, русский, 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 вот он носится, эти суки, извините, но вообще-то происходит, ну, опять же, уменьшение количества славянского населения и в Украине, и в России путем в Украине, понятно, беженства и убийства русскоязычных граждан Украины. И вот теперь мы смотрим на это и получается, что вот это колосс... Это же преступление. Вообще, вот если уже там, я не знаю, я далек от этих там, знаете, расовых соревнований и так далее, но факта стоится фактом, что славян становится меньше, меньше, их физически становится меньше в результате этой войны. И что интересно, но количество мусульманского населения в самой России резко возрастет. И там вот эти вот истории, когда ребята из Чечни в оккупированном Севастополе или Симферополе избивают русских, ну, она об этом и говорит, что все изменилось. И Россия в результате этого, это будет государство с другим обликом, это неплохо, нехорошо, но просто тогда вы не говорите, что вы русские. Да? Ну, вы согласны со мной делать? Это же, ну... Для всех этих российских имперсов, которые там вот... У них же все вот эти вот бредни, а-ля великороссы, белороссы и малороссы. Вот это что-то вот одно, и оно должно вести имперские войны против всех остальных, в том числе ребят, немножечко сильнее загоревших, потом покорять эти народы и включать их в Российскую империю. Ну, а тут вот как-то получается, что если мы говорим, как это, государствообразующий народ, да? Это же, кстати, термины из Российской Конституции, если я не ошибаюсь. Как-то так вот там оно там сказано, про русских. И вот какой результат. Последствия будут колоссальны. Сергей Викторович жалуется, что нас собираются принять в НАТО. Представляете, они начали войну, чтобы НАТО откатилось на линию 97-го года, а теперь у нас стоит вопрос о разворачивании систем Патриот. Спустя 10 месяцев и 3 дня войны. Кто-то мог подумать, что эту войну мы будем вести за свою независимость. Нам действительно дорога наша страна. Я действительно считаю, что за каждый украинский уголок, сантиметр земли российских оккупантов нужно убивать. Убивать. Ну, кто бы мог подумать, что мы это будем делать с самым современным НАТОвским вооружением. В общем, год сумасшедший, во всех смыслах, кровавый. Да, и продолжение следует. 2023 год, все это будет продолжаться. Я, конечно, хотел бы, чтобы наши западные союзники действовали решительнее. Просто мы же понимаем, вот этот, они же, как оказалось, в части стратегического планирования, там, у них там бывают там эксцессы, типа, там, вывода войск из Афганистана, который, кстати, произошел с точки зрения военной операции безупречно, на самом-то деле. Потому что никто в мире не осуществлял в столь короткое время такой массовой переброски людей, в принципе, с одного континента в другой. Но визуально, да, там люди падали с самолета, всякое такое, не очень-то красиво. Но если посмотреть на военную суть вопроса, Соединенные Штаты показали, что так делать не умеет никто. Так вот, хотелось бы, чтобы вот эта вот американская управляемая удушение России происходила чуть-чуть быстрее. Нам там, в принципе, ничего особого не надо, только дальнобойные ракеты, чтобы сжечь к Деду Морозу авиабазу Энгельс вместе с самолетами, которые запускают с Каспийского моря ракеты по нашим городам. Ну, во-первых, огромное спасибо за столь развернутый ответ. Конечно же, у меня сразу же куча, скажем так, подтекстов возникла, и один из них, я прошу прощения, за офф-топ по поводу Эмиратов. Значит, в свое время Саакашвили дружил с одним арабским шейхом, революцию, атомия говорит, слушай, слушай, смотри, какая ситуация, вот эти 100 пальм там ни к селу, ни к городу мне, хотел по набережной вот так высадить, по бульвару ехать, не хватает. Человек почесал, затыл, и сказал, какие проблемы, прислал 3000 пальм, хватает. То есть, в этом плане арабские, конечно же, вот эти эмираты. А вообще вопрос по генераторам стал одним из маркетов таких, индикаторов. Вот очень интересная информация прошла буквально сегодня. О чем говорили мы, когда говорили о Казахстане в феврале, в марте? Шла речь о том, что, мол, будут втягивать в войну Казахстан и других членов ОДКБ России или нет. И все говорили, да нет, Казахстан не пойдет, не должен пойти, но он не сделает же такую глупость и так далее. Но все равно как бы или будет, или не будет. И вот сегодняшнее сообщение. Казахстан, страна, член ЕС, член ОДКБ, военно-политический союзник ОДКБ передала Украине 41 генератор. Это даже не дело. А до этого были скорые помощи. В такие вот города, казахская сторона не настаивает, куда их распределить, но у нас, например, Херсон освободили, они же украли оттуда все. Детские паровозики все скорые вывезли, все пожарные. А потом вот с казахскими корнями скорые помощи, вполне, я не знаю, как это распределялось, но вполне возможно, что они были отправлены в тот же Херсон. Ну, так, для иллюстрации. Это говорит о том, что даже те, которых сегодня Россия держит в своем чумном бараке, прекрасно понимают, где добро, где зло, и где нужно, где и как нужно оказаться на правильной стране истории. Извините, я не уверен, что Казахстан при всей вот этой членстве в этих организациях можно назвать страной, которую держат в российском чумном бараке. Вот не уверен, я. К сожалению, это так, потому что институция имеет значение. При всей мерзопакостности грузинских властей, при всем, при том, что они вот отправили те же генераторы уже власти только после давления общества. Вот при всем при этом институционально мы в Рамштайне, мы голосуем в ООН вот так, и институция, то есть, где ты находишься, это тоже самое, что в каком обществе ты находишься. А если ты находишься в ОДКБ и в ЕС, понятно, что сейчас благодаря действиям Украины вообще появляется все больше и больше возможностей из этого чумного барака выйти, ты все еще там. Это очень важно, очень важно, чтобы понимали это и понимают это и в Казахстане и в других местах, тем более, что вот этот вопрос выхода, исхода оттуда, он остается все еще, не все еще, а очень актуальным. Благодаря Украине, благодаря тому, что фактически везде вот вы перечислили страны, которым сказал спасибо, я бы мог добавить и вы бы могли бы добавить еще таких стран, но в принципе Курлянский канал, да, конечно, прежде всего Армения, Азербайджан, Грузия, Турция, Казахстан, чуть не сказал Украина, но Украина, про Украину идет речь, значит, и понятная, да, но какую задачу исторического масштаба выполняет сегодня Украина для всех нас, для тех, кого я называю очень обидным словом послуг, огромная задача, а что касается, все пришло в движение, Гела, а что касается уничтожения славян, так, те, кто сегодня себя называют русскими от варяжского викингов слово русы, грибцы, убивали славян еще со времен Андрея Боголюбского, если не раньше, так что тут тоже ничего нового, если мы говорим об эволюции, эволюция отношения к Украине западного общества, она понятна, это видно, когда глава комитета по обороне Бундестага говорит, что вы мне тут лебеди Горбатова, но это так, вольный перевод, лебеди Горбатова, с немецкого, да, с немецкого, что вы мне тут глупости говорите по поводу передачи украинцев танков, и, мол, какие-то красные линии, какие красные линии, мы уже передали там САУ, мы уже передали это, почему танки красные линии, дайте танки, ну, там немного по-другому, немцы немножко по-другому сказали, мы, говорит, отдадим танки, но пускай еще кто-нибудь вместе с нами отдаст. Почему только мы? Вот это немножко непонятная позиция. Так или иначе, эволюция огромная, огромный шаг. Сделал Запад по отношению, по своему восприятию Украины, и понятно, был вынужден сделать. А в Украине насколько это эволюционировало? Отношение к Западу. Ну, вы знаете, я тут скажу так. У нас вот это вот чувство, что нам все должны, оно в некотором роде, как мне иногда кажется, культивируется и властью, и так далее, и так далее, что вот нам должны. Я вот не сторонник этого подхода. И я всегда сторонник того, что мы должны всем сказать вылыки дякую за оружие и за деньги, и за помощь, и за сострадание, и за то, что масса государств в Грузии включительно приютили наших беженцев, а по сути женщин и детей. Но надо как-то самим булками двигать. И делать больше. Нет, нет, нет. Гела, у нас, вы же понимаете, Украина – это колоссально богатое государство. Здесь ресурсов внутренних, просто ну, они безграничны. Вот я это оценю, как в Украине внутренние ресурсы безграничны. И если ты правильно организовываешь жизнь внутри страны, то и проводишь внутренние изменения, создаешь условия для того, чтобы можно было здесь зарабатывать деньги всем, то многое изменится. А вот, ну, это такое отступление. А главный момент в части эволюции, ну, я думаю, какое главное отступление? Наступил момент, когда желание смотреть фильм перед Новым годом с легким паром, или что оно там, или «Москва слезам не верит», «Москва слезам не верит», перед Новым годом не смотрели. Не смотрели. Я уже просто давно этого не делаю, тут начало уже теряться. Но я говорю о том, что они же действительно вот этой страшнейшей войной занимаются дерусификацией. Вот это Путин занимается дерусификацией. Тут есть два направления. Убийство носителей русского языка, таких людей, как я. Кстати, а таких у нас очень много. И вообще, когда ты смотришь на эту ситуацию через себя, то оно как-то так, знаете, лучше понимаешь происходящее в том же Бахмуте, ну и вообще всего-всего-всего. А второй момент, что люди говорят, нам ничего связывающего с фашистской Россией не надо. это касается языка, и это же не то, что кто-то заставляет или еще что-то. Ну вот вы, я хочу вам сказать, что Киев по моим оценкам всегда был во многом русскоязычным городом. Так вот, по моим оценкам сейчас Киев во многом это украиноязычный город. Люди не забыли русский язык, они просто перестали им пользоваться. вот какой критерий ходишь в магазины, кафе, и я же вообще люблю поподслушивать и поподглядывать, кто чем занимается, что говорит, на каких языках молодежь говорит. Дети часто говорят на русском языке, ну я так понимаю, это влияние ютюба русскоязычного условно, но тренд все равно задан. Эти же дети, которые говорят на русском языке, они рисуют украинские танки, которые сжигают российских сволочей в их танках. У нас перед домом вся вот эта площадка заполнена. То есть дерусификация раз, я бы даже сказал ментальная дерусификация, и там такие вот мелочи уже, как изгнание московских попов и так далее. Это не мелочи. Ну, нет, конечно же, это не мелочи, это одна из идеологических основ. Я имею в виду на фоне бомбардировок наших городов, то в принципе ты думаешь, блин, попы, еще там что-то. Ну, как бы вроде это вопрос не первичной важности. Хотя, как мне кажется, на то государство это институт, который может делать все одновременно. И оружие клепать, и московских попов изгонять, закрывать фашистскую церковь, которую называют гундяевщиной, или как она там. В общем, вот этих вот товарищей, то есть государство, вот что, какой итог, значит, окончательно завершились все наши внутренние политические споры, которые подпитывались Москвой в течение десятилетий. Значит, никаких дискуссий по поводу русского языка нет. Вообще. То есть, вот я свой канал веду на русском языке, и я для себя выработал такую формулу. значит, украинскому еды на державна, крапка, все, нет дискуссий. Ее просто нет. Дальше, в связи с тем, что это ютюб, и тут квоты не действуют, соответственно, я говорю так, как мне нравится, как я считаю правильным. Далее, Степан Андреевич Бендера, где у нас теперь его улицы? В Лимане, освобожденном. Я вот не помню, какая там улица была перед этим, Пушкина, или еще у кого-то там. То есть, получается, что бойцы УПА боролись за Украину, и вот мы делаем то же самое, то есть, они были правы, Бендера был прав, и это объяснили всем, особенно таким городам, как Харьков, и не только Харьков. Я про Харьков вспомнил, картинка у меня в голове, как это хранилище обломков российских ракет. Там просто кучи. И поддержка НАТО, ИЕС, ну, почти как в России. Не 146%, но вот ближе к этому. То есть, к чему это? Никаких политических, пророссийских проектов здесь больше не будет в этой стране. А после этой просто кровавой войны, если какая-нибудь сука скажет, что не все так однозначно в Раде, как было, допустим, у нас есть такой герой сейчас, он ходит по российским саунам, кстати, могли бы его взять в партию ЛДПР, они там любят с мальчиками купаться, я говорю об Илье Киве, который, так вот этот Илья Кива, он же перед вторжением прямо в Раде находясь, рассказывал о том, что везде фашизм, значит, фашизм и гомосексуализм, по-моему, я правильно выговорил это слово, поглотили Украину. Как ни странно, меня здесь вторая часть вообще не интересует, мне просто возникает вопрос, как это так? Депутат Госдумы, ой, Госдумы, в Верховной Раде, в центре Киева, абсолютно безнаказанно все эти вещи провоглашал. Были у нас такие суки, типа Рабиновича, типа Шуфрича, ну, то есть, Бойко, вот это вот вся, извините, я когда про внутреннюю политику говорю, мне что-то сразу хочется перейти на мат, но я буду держаться. Все эти товарищи, которые нам рассказывали о том, что, да нет, не все так однозначно, Путин, он же не мог поступить иначе. А что интересно, вот эти вот товарищи, они же, их кормовая база, их заводы, их фабрики, у нас же, я же сказал, страна безграничным ресурсом, они были все на востоке и во многом на юге, и это все россияне разбомбили, украли и выкинули их, как просто даже, это даже не презервативы, это на уровне, использованной туалетной бумаги или еще чего-то. Вот и все, а все эти действия, они ведут к последствиям. Не будет здесь больше пророссийских сил нигде. И, да, эта вражда между Украиной и Россией, она на столетие, на столетие. У нас, я сначала до конца не осознал, что значит выражение, они объявляют нас, обвиняют нас в русофобии, но они не знают, какими русофобами будут наши дети. А потом, когда я общаюсь со своими детьми, ну, там, категория семь лет, например, что они говорят, ну, то давайте зацитируем, почему бы мне не зацитировать своего старшего сына, который, когда играют в машинке, он говорит, убиваем русаков, убиваем русаков. Я же его не учу этому, ну, просто ребенок попал под обстрелы, под удары ракет, провел несколько ночей в бомбоубежище, он это запомнил на всю жизнь. Ну, я как Таши, я ему говорю, убиваем, все ты правильно говоришь, но только тех, кто пришел в Украину с оружием в руках. Ну, вот он так и говорит, убиваем русаков, которые пришли в Украину с оружием в руках. Не знаю, откуда взялась эти русаков, я вообще-то за то, что надо будет поработать с ребенком, надо говорить, россиян. А то, кто такие русаки, тут могут быть разные варианты. Ну, мы тут не, у нас тут не, как это, не стрим правильного воспитания. Эти вещи, они прививаются российской армии, в том числе нашим детям. И если учесть, что мои дети родились в Москве от мамы с российским паспортом, и по российскому законодательству они могут пойти и получить российские паспорта. но только на них бомбы летели точно так же, как и на всех остальных. Вот, и все. И поэтому, ну, то есть, вот почему, вернусь к началу нашего разговора, почему я не думал, что он на это пойдет? Ну, это же идиотизм. Это просто идиотизм. Вот с точки зрения российских интересов. То, что они тут разбили пару, ну, как заводы какие-то побили, там, много чего тут побили. Ну, убытков на миллиард. Это все быстро восстановится. Но это все будет завязано на западный мир. Все будет завязано на западный мир. Вот и все. Ну, в общем, стратег хренов, простите. Несомненно, то есть, по итогам вот своей спецоперации Путин уничтожил Россию в Украине, Россию в мире и уничтожает Россию в России. Причем, когда говорят Путин, ребята, ну, вот с Грузии воевал Путин. Можно было. Тогда так, говорили. А с Украиной воевать Россия. Российский народ. И с этим ничего, никуда не побежишь, ничего не поделаешь. Проблема ведь не в том, будет человек делать оливье на Новый год и будет ли он смотреть с легким паром или не будет. Проблема в том, что даже те, которые будут это делать, в силу того, что у меня на кухне, то, что у меня в спальне, это личное дело, ребят. Даже у них будет внутренний дискомфорт, что правильно ли я делаю, что вот так. Даже у этой категории граждан, которые говорят, да, мы терпеть не можем, но традиция столько и пара посмотреть перед Новым годом. оливье – это тот салат, который до Нового года делается, но при всем при этом будет уже вот такая вот… А у детей, у детей правильно, дискомфорта уже не будет. Потому что для них выбор абсолютно… у детей, у молодого поколения вообще никакого дискомфорта не будет, то есть выбор очевиден. Но при этом Марко Симоньян на голубом глазу вчера говорит следующее, что, мол, не думайте, что Путину или кому-нибудь здесь доставляют удовольствие убивать украинцев и бомбить Украину. Нет, говорит, я точно знаю, Путин делает это без удовольствия. Край цинизма. Вы знаете, Гелла, нам все равно, с какими чувствами они это делают. Нам свои работы. Уничтожать, убивать российских оккупантов. И война, это только ненормальные могут к этому относиться с удовольствием. Война же это всегда одно и то же. А они относились с удовольствием. Они же относились правда с удовольствием. они получали огромное удовольствие. И какое бы удовольствие они получили от того, что уничтожили Украину? Конечно, удовольствие и это прививка или еще там доза российского величия. А удовольствия у них теперь нет. Почему? Потому что их убивают здесь. Убивают. Убивают. Точно. Абсолютно согласен. То есть и конечно же конечно же изменилось отношение к России в других том, что мы называем постсовком. Это сам чумной барак и прилегающий к нему окрестности, которые все никак не могут отбежать, отойти и так далее. рискну предположить в феврале большинство жителей посадка были уверены, были за Украину. Хотели, чтобы Украина распознать, но были уверены, что Украина лечит. То есть их уверенность была такая, что это же Россия. Как Россия, что Украина сможет сделать против России? Хотя я всегда бы советовал посмотреть на географическую карту, но не просто на географическую карту, а на карту заселенности. То есть как заселена вот это, ну это же Россия, и как заселена Украина. И я думаю, что там тоже, если ресурс набрать, а потом на все остальное, если ресурс набрать, не все так было бы однозначно. Сегодня очень многие считают, что конечно же Россию, Украину не победить, но Россия не может проиграть. Россия не способна проиграть, и вот многие, кстати, беды, и многие, кстати, даже жертвы сегодня связаны, с жертвой я имею в виду не в Украине, а в ней сегодня с ценой с этим Танисом. Когда я в марте месяца начал говорить, что Россия обязательно проиграет в этой войне, это была вера, но извините, уже к маю это была уже информация, основанная на анализе, а сейчас тем более. Вот этот перелом в Украине, я думаю, что наверное, есть тоже очень маленький процент, который верит в то, что Россия не может проиграть, что не может победить, это все ясно, уже и так, здравомыслящие, что не может проиграть. А дальше-то что? Я всегда задаю этот вопрос, постоянно и вам задаю этот вопрос, в 2023 году, последний россиянин, последняя украинская слоночка, как вы сказали, по Крымскому мосту, с какой-то там тележкой, убиваясь. Кравчучкой. Почему Кравчучка? А-ля Кравчучка, ну, это же первые бизнесмены украинские возили товар из Турции на таких больших криличитых сумках, которые в народе у нас Кравчучки. А, это называлось Кравчучкой, я не знал, кстати, вот этого не знал. Ну, вот с этим с этой самой Кравчучкой удирает, убегает, уезжает, уходит, как хочет. Кравчучка отправляется в Россию. Отправляется в Россию и, в принципе, дальше с крокодилами в виде многолетних заказов вооруженным силам Украины. Гела, если вы зато спрашиваете, надо ли наступать на Москву, свергать Путина и всякое такое. Пусть сами загнивают и развиваются. Я тоже так думаю. Значит, в моей системе координат нужно жить строго в рамках международно признанных границ, потому что в противном случае это ведет к бесконечной войне. А есть масса способов, как потратить свою жизнь не только воевать, но и, соответственно, рисковать погибнуть на ней на этой войне. Поэтому, как только российские оккупанты будут изгнаны с украинской территории, то на украино-российской границе я это все-таки вижу не как рог с крокодилами, потому что там климат достаточно суров, им будет прохладно ночами и зимами. На границе будем сеять буряк, свекла по-русскому. Посеем его многими грядками такими, чтобы они росли, эти бурячки. А за ними, сразу же за этими буряками, будут стоять вышелонированная оборона, окопы, зоты, доты и так далее, и так далее. Вкопаны будут танки, чуть-чуть дальше будут стоять артиллерийские установки, еще дальше будут стоять хаймарсы. Ну, вот так это будет выглядеть. И если какая-то потвора, каждый думает, что это значит на украинском языке, решит затоптать наши украинские бурячки, которые будут на нашей стране, но сразу на границе, по ним будет открыто... Я сначала не понял, зачем буряк сначала. Зачем буряк? Нет, нет, буряк, понимаете, можно и для борща, с другой стороны, понимаете, когда ухоженное поле, оно может в некотором роде служить такой линией, чтобы было видно, ходит там кто-то или нет. Если кто-то начинает топтать буряки, это видно. Поэтому будет операция по защите буряков. Ну, а дальше хоть борща, хоть можно там алкогольник какой-то делать, это называется у нас бурячиха. Я в юные годы пил и выжил, да. Вот, но смысл в чем? Именно так это будет устроено, что часть Украины действительно обречена на ближайшие десятилетия жить как военный лагерь. это правда. Это надо всем признать, что вот этих вопросов, как раньше, что кто-то мог там где-то вовремя не разместить оборонзаказ, такого уже в этой стране не будет никогда, и будем жить, развиваться, быть счастливыми, учиться в таких условиях, и это все возможно. Я как раз таки хотел спросить про то, что в раком прекрасно, кстати, приходно, я до, наверное, до 86-го года был уверен, что нет, не до 86-го, конечно же, раньше я узнал, что есть еще такое слово сверкла, а вообще-то в Батуми всегда буряк называли буряков в силу черноморскости города и в силу того, что у нас-то украинцев дожило гораздо больше, русских, просто многих из них считали русскими, почему-то, ну, почему-то же понятно, и вот украинизмы в русском языке были всегда в Батуми. Я про другое немного, я за то, за то, что будет по эту сторону украинских буряков. сейчас, я вам скажу честно, я, во-первых, я вообще вел для себя мораторий по поводу критики внутренних дел Украины в силу того, что я слышу, как иногда, несмотря на то, что я живо интересуюсь всеми аспектами, я слышу, как иногда размешают про гробию и думаю, господи, не дай бог, я же что-нибудь такое брякну про Украину, стендер же будет. Ну, в то же самое время доходят разные информации, разные струки, ну, сказать, что все идеально и все прекрасно, это уже, скажем так, Украина живет по лекалам Германии, уже сейчас, там, стандартам Европейского Союза и так далее, пока сложно, мягко говоря. Вот этот процесс, к этому процессу, насколько, даже, несмотря на то, что сейчас война, насколько приблизилось украинское общество и люди, насколько они понимают, что сам бог из вне победить можно, нужно еще выдавить его в себе, из себя. Этим придется заниматься, и здесь, слушайте, мы какими были, так и остались, то есть чудес не бывает, и, вы знаете, одна из главных таких мыслей, которые я слышу от наших военных, мобилизованных, добровольцев и просто кадровых частей, которые говорят, она очень проста, главная, чтобы все не осталось в системе взаимоотношений в государстве, как было до войны, и оно не останется, то есть тут, понимаете, по сути, вот эти вот наши все основа государства, как бы это правильно так тонко сформулировать, чтобы всем было понятно, ну, в общем, комовство, там, и всякие наши вот эти вот внутренние терки, это же все осталось, тут ничего не делось, и вот когда я говорю, знаете, когда я сказал, что Украина с безграничными ресурсами, так вот меня это просто всех всегда просто, просто, ну, приводит к состоянию бешенства, когда с одной стороны там народ по 10 гривен или по 10 тысяч гривен в зависимости от кошелька сбрасывается на какие-то, на решение каких-то военных задач, а потом ты смотришь, там, в какой-нибудь Днепропетровской области строят дороги на миллиарды во время войны, и как-то так строят странно какие-то компании, которые, ну, короче, это коррупционное явление, и сейчас этим НАБУ занимается, все это, все это в одно и тот же момент в этом пространстве две Украины, вот эти вот барыги, и тут это не связано с фамилией одного или другого президента, потому что барыги они были, и их можно избавиться от них только организацией правильной работы независимых институций, и здесь у нас есть успехи в части там судебных реформ, помогает, как ни странно, российская военная агрессия, потому что мы действительно теперь страна с элементами внешнего управления, вот я в данном случае могу объяснить, что имеется в виду, то есть до 24 февраля 2022 года Зеленский, а до этого Порошенко, они, знаете, на вентиляторе имели в виду, крутили на вентиляторе опасения наших западных друзей, в частности, того, чтобы вы должны были назначить специального антикоррупционного прокурора, Зеленский назначал, ну, Зеленский, может быть, ну, хорошо, действующая властная команда назначала его три года, до этого Петр Алексеевич Порошенко говорил, что, а у кого есть, а ну-ка скажите, у кого в стране есть специальные антикоррупционные суды, ну, мол, что вы нам забрасываете, то есть, я к тому, что эта история, она не персонифицированная, это работа институции, есть такое действительно глубинное украинское государство, неэффективное и так далее, и так далее, так вот, когда ситуация в Украине зависит от ритмичности поставок бабла и снаряда к 155-му калибру, все эти вещи, они начали быстрее происходить, ну, у нас, я к тому, что мы же вот декларируем, что мы хотим быть европейским государством, членом Европейского Союза, и нам наши друзья говорят на Западе, говорят, если хотите, то вот у нас это устроено так, и в части, если НАТО, когда кто-то скажет про критерии военные, то тут до побачения, ну, обычно всегда это увязывается со стандартами демократии, и независимости институции, о которых мы говорим, и даже вот НАТО, оно же увязывается, конечно, и даже НАТО, оно увязывается со судами, казалось бы, где НАТО, а где суды, и так далее, и вот у нас тут масса всякого такого, от чего просто, ну, все помалкивают, но все все видят, там у нас приняли закон о конституционном суде, таким образом, что делается шаг назад от создания независимых институций, институций подконтрольных власти, и меня это очень сильно расстраивает, что у нас там еще из такого вот в этом году было, а у нас раньше было финансовый мониторинг за чиновниками из категории топ, был пожизненный, даже после ухода их с должностей, то теперь у нас уменьшили это до трех лет, и вот кто-то скажет, а как, ребята, а как вы это все успеваете, у вас там и Харьков горит, и в Бахмуте вы стреляете, и Херсон вы освобождаете, и Харьковскую область тоже освобождаете, а при этом у вас такие законы принимаются, ну да, вот это правда, правда, но оптимизма мне как раз добавляет то, что есть запрос общества, и если кто-то думает, что он такой самый хитрый, и никто этого не видит, то это ошибочное мнение, мне бы очень хотелось, чтобы действующая властная команда занималась вот этими вот внутренними реформами, потому что сейчас можно проводить любые решения, любые, и дело даже не в их непопулярности, а дело в том, что мы имеем колоссальную финансовую поддержку для того, чтобы организовать нашу жизнь правильно, и если кто-то скажет, что а как же это они нам навязывают еще что-то, ну просто давайте проговорим, насколько мне известно, никто никогда не ставил так вопрос, что мы требуем, чтобы вы вступили в Европейский Союз, это же вот обычно российские подходы, они говорят, что наши двери открыты, кто-то начинает смеяться по этому поводу, и говорит, ребята, вы задолбали уже со своими дверями, я говорю про НАТО, но если речь идет о Европейском Союзе, то вы должны это сделать, потому что вот я четко это вижу, что критерии вступления в Европейский Союз, они будут никакого заочного поблажек не будет, потому что всех смотрят, например, как поддушивают эти институции, например, в Венгрии, члене Европейского Союза, и всем это не нравится, потому что это ведет к чему? Как только ведет к, скажем так, укреплению власти, как только это ведет к созданию условий, когда власть не сменяема в государстве, тогда начинается вопрос гниения государственной системы, и начинают вот эти вот товарищи размышлять вот этими категориями, вот это наша, это наша историческая земля, там Путин бредит Новороссии, потому что он идиот и очень долго там сидит, а Орбан начинает ходить в шарфиках с территориальными претензиями ко всем своим соседям, не только к Украине, и до чего это происходит? Из-за того, что нет вот этой сменяемости власти, когда люди думают, блин, государство это я, так вот западный мир, он как раз, он успешен со всеми его недостатками и плюсами на сменяемости власти и работе институций, потому что любого правителя, любого европейской страны, что-то с ним случится, он скажет, все, я ухожу, я не знаю, мне все надоело, я ухожу, волонтеры, буду работать в Волновахе после освобождения, ничего в той стране не изменится, скажут, свободная страна, делай как хочешь, поредут другие люди и все будет работать, а фразы нет Путина, нет России, они как раз об этом говорят, об уязвимости этой системы, поэтому, ну, мне больше оптимизма, чем наоборот, но, честно, зная, как много было положено жизней за вот эту независимую Украину с работающими институтами, когда видишь этих ребят, которые... Плохих людей. Да, плохих людей, спасибо, Гела, которые ни с того ни с сего в разгар боевых действий пересаживаются на очень дорогие машины, а при этом работают заместителями главы офиса президента Украины, то это как-то странно, это, знаете, это вызывает такую некую брезгливость, это при том, что я тоже люблю очень дорогие машины и красивых женщин, и вкусную еду, и все, 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 но как-то вот всему должна быть какая-то некая мера, если хочешь ездить на очень дорогих машинах, и чтобы тебе никто не смотрел вслед ни единогосударственную службу. Создавай ютуб-канал и зарабатывай деньги. Например, да, потому что вот если я куплю Defender, то, конечно, все мои соседи скажут, о, Рома, молодец, но никто мне не скажет, что я это у кого-то украл, у кого-то забрал, что какие-то чьи-то дети или военные или что-то не получили то, что им причитается, что где-то дорогу не достроили или еще такой базовый подход, при том, что я хочу, я же не за коммунизм, я за то, чтобы и чиновники получали колоссально высокие зарплаты, да, да, именно вот, и мне не нравятся вот эти вот тезисы, когда говорят, там у нас одна чиновница еще до войны сказала, что на 2-3 тысячи долларов невозможно в Киеве воспитывать детей и всякое такое, там же правду сказала, и все начали там выйти, типа, что вот, а вы посмотрите минимальные зарплаты и так далее, ну, то есть, короче, я за везде, ну, за элемент порядочности и здравого смысла, ну, и, да, через пень-колоду мы к этому всему придем. Как минимум, ну, не как минимум, а вообще, как минимум, и как максимум, и по-всякому, Украина это заслужила. Украина бьется сегодня за право на достойную, в конечном итоге, это право за достойную жизнь людей. Все сводится к этому. И если этой достойной жизни не будет не потому, что Путин что-то захватил, и Россия что-то захватила, и унащила, а по другим причинам это не важно. Важно, это достойная жизнь может быть. И в силу своих размеров и в силу особенностей исторического момента именно Украина должна и будет драйвером вот тех перемен, которые идут по словке. В свое время ломанулись мы, ломанулась Грузия, надорвались. Надорвались, и мы видим сейчас у нас, хотя институты остались, кстати, но как только это, я поэтому говорил всегда и потому, что там что-нибудь, я поэтому говорил, что Украина обречена на роль религиональная держава в том плане, в качестве примера, а не в качестве чего-нибудь другого. Как минимум в качестве примера. Поэтому все будет Украина, верим в СССР, слава Украине. Героям слава, всех с наступающим. Гила, спасибо большое и до скорых встреч.